МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в нашей программе мы поговорим на очень важную тему для населения административные комиссии. Что это? А это постоянно действующий коллегиальный орган и работает он в каждом районе Самары. И главная цель работы данной комиссии не в наказании виновных, а в обеспечении правопорядка, соблюдении законности на территории нашего города и каждого района в частности. Сегодня административная комиссия – это реальный правовой инструмент в борьбе с такими бытовыми проблемами, как нарушение правил благоустройства территории, порядка сбора и вывоза отходов и других аналогичных проблем. Подробнее на эту тему я говорю сегодня с Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. И вторая гостья в студии расскажет о положительном опыте работы в административной комиссии своего района Полина Сергеевна Буткевич, председатель административной комиссии Кировского внутригородского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте начнем и поговорим на заявленные темы. Виктор Иванович, ну весна, как известно, время подводить итоги. И давайте поэтому мы приведем основные работы, показатели административной комиссии, наверное, за полгода. Ну, административная комиссия, я скажу так, буквально в феврале месяце мы на заседании профильной комиссии общественной палаты рассмотрели этот вопрос. Нас заинтересовало, есть административные комиссии, они занимаются своими делами, в том числе и по вопросам помощи председателям Совета домов в сфере ЖКХ. Значит, когда мы начали рассматривать эту проблему, то выяснилось, что у нас в каждом городе, в каждом районе есть такие административные комиссии. И выяснилось тот факт, что какие-то административные комиссии работают в полном объеме, то, что положено в соответствии с законом Самарской области, а какие-то комиссии не в полном объеме. Почему? Потому что они ссылаются на постановление правительства, которое ограничило их якобы действия в соответствии с проверками. То есть ограничение проверок. Это то, что Государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор не могут осуществлять надзорные действия в отношении, в том числе и управляющих компаний. И вот административные комиссии тоже подключились к этому, сказали, что это на нас распространяется. А вот на заседании комиссии мы как раз и определили, договорились о том, что в принципе постановление правительства, которое ограничивает проведение проверок на административные комиссии не должно распространяться, потому что это не надзорная структура. Это структура, которая выносит административные решения и привлекает виновных к административной ответственности. И неплохой опыт был как раз в Кировском районе, внутригородском администрации, дальше административные комиссии, Тольятти, очень неплохой опыт работы. Ну, нас удивило еще что, что департамент, который отвечает за работу этих административных комиссий, на наш взгляд, не совсем в полном объеме работает с ними. Потому что у них получается, что сборы председателей комиссии проходят раз в год. Но что можно раз в год, когда законодательство меняется буквально ежедневно, да. Вот мы рекомендовали департаменту, рекомендовали ГЖИ больше заниматься с этими административными комиссиями. Почему? Потому что у нас председатели Советов Домов порой не знают, что это такое. Вот есть административная комиссия, а чем она занимается? Какие вопросы она решает? Какие полномочия на нее возложены? Чем она может помочь? Люди просто не знают. Поэтому мы и подняли эту проблему. Я надеюсь, что первый толчок, который мы сделали, послужит тому, что роль административных комиссий будет возвышаться. Почему? Потому что это действительно хорошая структура, которая может принимать решения, может выносить административные решения и наказывать нерадивые управляющие компании в том числе. То есть главное, что она будет решать проблему. Ну вот давайте сейчас предоставим слово Полине Сергеевне. Расскажите, пожалуйста, о работе своей административной комиссии. Что это за орган? Объясните, пожалуйста, нашим уважаемым зрителям. Ну и, конечно, как я сказала в начале программы, положительный опыт работы. Так в чем же заключается ваш положительный опыт работы? Да, но начну с того, что административные комиссии были созданы в 2006 году законом Самарской области об административных комиссиях на территории Самарской области. А полное взаимодействие, скажем так, работа комиссии осуществляется согласно закона 115 ГД об административных правонарушениях на территории Самарской области. Расскажу немножко, какие статьи являются самыми востребованными у нас в работе, в нашей, скажем так, практике. Это статья за нарушение требований, содержащихся в законе об обеспечении тишины и покоя граждан, как в ночное, так и в дневное время. Данный закон устанавливает запрет на нарушение тишины и покоя граждан с 22 до 8 утра. В летний период с 1 июня по 31 августа этот период отмеряется с 23 до 8 утра. Тут исключение составляют праздничные и выходные дни, то есть временной промежуток увеличивается до 10 утра. Также запрещается проведение шумных ремонтных работ с 22 до 8 утра. Выходные и праздничные дни до 10. В дневное время с 13 до 15 запрещается громко слушать музыку и производить ремонтные работы. То есть это очень актуально, жалобы к нам поступают в комиссию и довольно-таки большое количество, что не соблюдает вот этот временной период. По штрафным санкциям могу пояснить, что на граждан у нас предусматривается предупреждение за впервые совершенное правонарушение, либо штраф от 500 до 3 тысяч рублей. На должностных лиц штрафные санкции от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. Такая статья, как статья 4.18, часть 2.1, говорит у нас о размещении транспортных средств на газонах, озелененных территориях и рекреационных территориях. Это тоже очень актуальная проблема, не только там для нашего района в целом и для города. Здесь штрафные санкции предусмотрены на граждан от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30, на юридических от 30 до 50. Предупреждения по данной статье нет. То есть совершил правонарушение исключительно в рамках санкций по действующей статье. Полина Сергеевна, а можно здесь маленькую ремарочку? С транспортом понятно, что обращаться в административную комиссию. Но если происходит нарушение режима тишины, то жители наверняка, когда сталкиваются с такой проблемой, обращаются в полицию. Причем здесь административная комиссия. Поясните, пожалуйста. Да, по данной статье по нарушению тишины как раз материалы, которые поступают к нам из отдела полиции по Кировскому району, мы рассматриваем. То есть при непосредственном, скажем так, действии бездействия по статье жители обращаются в органы полиции, не в администрацию. Мы орган, который в первую очередь рассматривает данное правонарушение. То есть поступает материал проверки к нам. И мы на основании материала проверки, собранного отделом полиции, мы уже приступаем к рассмотрению данного материала. Спасибо. Виктор Иванович, ну известно, что административной комиссии приходится работать в условиях, как Вы совершенно верно заметили, постоянно меняющегося законодательства. А скажите, а вот как раз, как это сказывается на этих результатах работы? Вы знаете, вот по вопросам тишины, вот Вы начали сейчас говорить, да, тоже ситуация такая, что не всегда председатели Советов домов, активные собственники знают, что если полиция, допустим, никакое решение не может принять, не реагирует на их обращение, да, то можно составить акт самими собственниками, председателем и соседями, двумя собственниками. И этот акт будет являться уже основанием для того, чтобы административная комиссия начала тот процесс, который положено. Значит, что касается остальных моментов. Вот, знаете, в ходе заседания этого комиссии выяснилось, что ряд пунктов, которые изложены в кодексе об административных нарушениях, он не работает. То есть нету тех статей, по которым люди могли бы обращаться и получить помощь. А приведите пример, Виктор Ильич. Вот тот же пример, это расклейка объявлений. Так. Вот на сегодня практически ни одна комиссия никого не привлекала за то, что вот люди безнаказанно расклеивают объявления. Это бывает и в подъездах, и на столбах, и на стенах, на фасадах, и прочее, прочее. Тяжело. Кроме специально отведенных мест, где расклеивать объявление можно. Да, вот везде клеют, и никакой реакции нет. Понимаете? То есть вот одно из решений, которое мы приняли на заседание комиссии, это обратиться в нашу Самарскую губернскую думу, к нашим депутатам о том, что пересмотреть вот эти статьи и какие-то статьи, может быть, по-новой ввести в Кодекс об административных нарушениях, какие-то нерабочие статьи, да, которые не требуются и нету востребованности по ним, убрать. То есть это должно быть внутри наше законодательство совершенствоваться. То есть вот то же заседание, я говорю, показало, что нам нужно делать в интересах жителей, потому что жители должны знать, что есть проблемы с уборкой территории. Значит, опять же, у нас разделено. Государственная жилищная инспекция смотрит за одной территорией. Это если земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Вот они отвечают за уборку территории и за состояние на территории. Вот только на этой земле. А та земля, которая не разбежевана, не поставлена на кадастровый учет, это прерогатива административной комиссии. То есть здесь тоже надо разбираться, какая земля, что с ней, куда обращаться. Вот я думаю, мы в конце апреля месяца на базе Квалифационного центра ЖКХ энергетики проведем обучающий вебинар для председателей советов домов. То есть по каким вопросам можно обращаться, как они решаются, как принимаются решения. То есть это мы все сделаем. Спасибо. Во всех районах Самары работают административные комиссии, которые контролируют работу управляющих компаний, ТСЖ, ТСН по содержанию дворов. В конце марта эта комиссия работала во дворах на проспекте Металлургов 46 и на Нагорной 145. Там жители пожаловались на некачественную уборку и припаркованные автомобили, которые мешают чистке территории. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, какое наказание предусмотрено для управляющих организаций за недобросовестную работу. Не пройти, не проехать. Во дворе дома на проспекте Металлургов 46 из-за перепадов температуры образовалась колея, в которой застревают автомобили, а люди буквально крадутся, чтобы не упасть на льду. Представители ТСН не производят уборку надлежащим образом. Жалобы жителей неоднократно фиксировал управляющий микрорайоном. Мы видим наледь, мы видим колею, мы видим неудобства, мы видим, как жители падают, мы видим, как скорая помощь не может подъехать и выгрузить свои спецсредства, детей довезти до гимназии осложенной, потому что скользко, элементарно. Пришлось обратиться в административную комиссию Кировского района. Это постоянно действующий коллегиальный орган. В состав входит 16 человек. Такие комиссии есть в каждом районе Самары. И жители вправе обратиться, если управляющие компании недобросовестно выполняют работу. Наиболее часто применимые статьи в работе это такие, как размещение транспортных средств на газонах, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а также в дневное, несвоевременная очистка прилегающих территорий от снега и наледи, а также несвоевременная очистка от мусора. С 18 декабря члены Кировской административной комиссии составили 105 протоколов о несвоевременной очистке прилегающих территорий от снега и наледи, необработке противогололедными реагентами и 120 актов о выявленных нарушениях направили в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Для юридических лиц за нарушение предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение 100 тысяч. Часто управляющие организации уверяют жителей, что проезды во дворах находятся вне зоны их ответственности, но это не так. По 48-му ГД 25 метров зона ответственности именно ТСЖ, ТСН, управляющие компании, именно от границы земельного участка. Соответственно, оба дома, которые мы сейчас здесь наблюдаем, зафиксировали нарушения по этим домам, границы сформированы. Также председатель административной комиссии Кировского района зафиксировала нарушения во дворе на Нагорной 145. Несколько автомобилей давно припаркованы и мешают уборке территории. Жители обратились в комиссию, чтобы воздействовать на собственников машин. Наблюдаем порядка трех машин, которые в данный момент мешают уборке придомовой и прилегающей территории. Данная статья у нас озвучена, прописана в законе 115 ГД, это часть 2.2 ст. 4.18 нашего 115 ГД. Размер штрафных санкций на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30, на юридических лиц от 30 до 50. В прошлом году по данной статье составили 37 протоколов об административных правонарушениях. С начала этого года 9. В территориальной комиссии призывают автомобилистов убирать автомобили на время уборки дворов. Об этом жильцов должны предупреждать объявления во дворах и рассылки в чатах. Ведь только совместными усилиями удастся сохранить комфорт и порядок. Полина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, вот как часто вы проводите мониторинг среди жителей и какие проблемы чаще всего на слуху? Ну, каких-либо мониторингов, опросов среди жителей мы не проводим. Однако мы работаем в тесном контакте с управляющими микрорайоном, председателями ТОС, председателями МКД. Много обращений от жителей поступает как раз по вопросу стоянки на газонах, детских и спортивных площадках. А в зимний период это часто обращение по вопросу расчистки придомовых территорий от снега и наледи. Виктор Иванович, ну а вот все-таки административная комиссия – это функция в структуре внутригородского района. А как регламентируется ее деятельность? Значит, ну, регламентируется эта деятельность законом Самарской области, федеральным законом, на основании которой действуют эти административные комиссии. Там четко прописано, по каким направлениям они работают, какие статьи они задействуют в своей работе и какие решения они могут принять. Ну вот еще раз говорю, для председателя Совета в домах самое важное, да, вот по каким вопросам можно обратиться в административные комиссии. У нас на слуху всегда одно – государственная жилищная инспекция. По всем вопросам обращаться в государственную жилищную инспекцию. Да, это надзорная структура. Да, она смотрит, она может проверить. Ну, сейчас, по крайней мере, ее функционал ограничен. Есть Роспотребнадзор, тоже у нее функционал отдельный, по каким вопросам можно обратиться. Административные комиссии, как мы уже сказали сегодня, это территория, которая не размежевана, это 444-е постановление Думы городского управления Самары, придомовая территория, да, это 25 метров от здания, от фасада здания, вот за это. То есть, стоянка автотранспорта на газонах, шум, что еще, какие вопросы там можно... Торговля в несанкционированных местах. Да, если это все на территории находится вот этого, да. То есть, вот по всем этим вопросам председатели Советов Домов могут спокойно обращаться в административные комиссии. Они находятся в администрациях. Вот, кстати, вопрос. В администрациях, да. Но лучший вариант, конечно, взаимодействия с управляющим микрорайоном, председателем ТОС. Потому что эти структуры, они тоже, ну, председатели... Они взаимодействуют как минимум, да. Они взаимодействуют с административными комиссиями в полном объеме, да. И они больше знают, как это все правильно оформить для того, чтобы какое-то решение было принято. А вот, кстати, Полина Сергеевна, расскажите, как правильно все это оформить, протоколы и так далее, как фиксируются нарушения и что происходит дальше. Да, после фиксации факта совершения административного правонарушения устанавливается, прежде всего, лицо, да, его совершившее. Ну, приведу пример. Что вот по стоянке на газоне мы направляем запрос в ГИБДД для выявления владельца транспортного средства. Далее мы направляем уведомление вызов на составление административного протокола. Дальше идет рассмотрение самого протокола на заседание административной комиссии. И, соответственно, срок привлечения к административной ответственности по кодексу у нас два месяца отводится. Если же на правонарушителя налагается штраф, срок добровольной оплаты 60 дней, в случае неоплаты копия постановления уже направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания. И мы также, согласно кодекса, имеем право составить протокол по статье 20.25, это двойной размер штрафа, либо даже арест до 15 суток. То есть в нашей практике такие случаи бывали. То есть даже если владелец автомобиля единожды его поставил на газон, все вот эти вот меры применяются? Или мы говорим сейчас о бесхозных автомобилях, которых бросили, вот как после зимы очень часто бывает, и оставили? Мы говорим здесь, конечно, и о бесхозном транспорте, у которого имеются владельцы, то есть мы устанавливаем этих владельцев. И, соответственно, кто хоть единожды, но был привлечен к административной ответственности. То есть у всех механизм одинаковый. А я еще раз попрошу привести примеры вашей работы. То есть на что она распространяется? Ну и, конечно, кто вам помогает, Палина Сергеевна? Я, как уже повторюсь, да, то есть мы взаимодействуем полностью с управляющими микрорайонами, с председателями ТОС, с председателями многоквартирных домов. Например, управляющие микрорайоны в соответствии с сообщениями жителей обходят свои территории, фиксируют, выявляют факты административных правонарушений и направляют их нам для принятия мер. Вот, повторюсь, да, привлечение к ответственности за нарушение закона о тишине материалы как раз нам поступают из отдела полиции, то есть куда обращаются жители с данными проблемами. Сами жители также могут нам предоставить фотоматериал с доказательствами, да, с датой, временем осуществления съемки и адресной привязкой. Как бы работа у нас и с жителями, и с управляющими микрорайонами, со всеми она как бы налажена полностью. Виктор Иванович, ну а если жители столкнулись с бездействием управляющей компанией или нарушением своих прав, вот как раз в рамках компетенции административной комиссии, скажите, пожалуйста, куда они могут обращаться? Ну, если это касается компетенции административной комиссии, то, конечно, в административную комиссию. По всем другим вопросам, связанных с обслуживанием дома и выполнением управляющей компании договора управления, это, естественно, государственная жилищная инспекция. Еще один пример при общении граждан к решению вопросов ЖКХ совместно с властью, а также формирование правовой и цифровой грамотности среди населения в условиях меняющегося законодательства и развития различных информационных ресурсов консультаций со специалистами МФЦ в территориальных ресурсных центрах Самары, проходящие в рамках проекта «Мой дом». Специалисты помогают подтвердить, восстановить учетную запись на портале госуслуги. Эта платформа дает возможность дистанционно оформить документы, оплатить налоговую задолженность или проверить состояние пенсионного счета. Кроме того, учетная запись позволит открыть доступ к информационной платформе ГИС ЖКХ. Подробнее в нашем сюжете. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг «Восстановить забытый пароль». Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД», «ЖТСН-ЖСК «Мой дом». На этот раз они работали в Октябрьском районе Самары на Новосадовый 164А. Раиса Васильева пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы разобраться с учетной записью на госуслугах и в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС ЖКХ. Польза мы видим в том, чтобы видеть отчет нашей управляющей компании, какие работы по нашему дому, допустим, сделаны, в каком объеме и какая сумма денег затрачена, скажем так. Нас вот этот вопрос очень волнует. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома, помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Сегодня всем очевидно, что дистанционно намного удобнее работать, получать какие-то консультации, муниципальные услуги, государственные. Я уж не говорю о личном кабинете пенсионного фонда. Для многих это актуально посмотреть налоговую политику, поизучать какие-то налоги, и в том числе оплатить их. Поэтому это экономит и время, и силы, и средства. Администрация внутриградских районов регулярно организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать «Горячая линия» регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, проекта «Мой дом». Звонить можно в будни по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Виктор Иванович, могут ли жители обращаться с жалобами на административной комиссии? Если да, то каким образом? Ну, если жители обратились в адрес административной комиссии, и она не среагировала, хотя должна быть по закону, да, ну, таких случаев я могу на пальцах пересчитать, это редко крайне, то тогда в любом случае за деятельность административных комиссий отвечает департамент, и второе, это администрация района или города. То есть в любом случае на председателя административной комиссии, на членов административной комиссии можно обращаться с жалобой, если они не выполняют свой функционал. Еще раз говорю, департамент по безопасности и администрация района либо города. Полина Сергеевна, я выше вам задавала вопрос, кто помогает вам. Расскажите, пожалуйста, а кому все-таки помогаете вы? В первую очередь мы работаем на благо района, на благо наших жителей, и, в принципе, все жители, все граждане могут прийти, обратиться к нам любым удобным способом, либо это через сайт госуслуг, через официальный сайт администрации, через общественную приемную, могут также направить письмо по почте. Все исключительно наши обращения, заявления рассматриваются одинаково внимательно в отношении всех граждан. Виктор Иванович, ну и подводя итог, наверное, нашему сегодняшнему разговору о важности административных комиссий, и будете ли вы продолжать взаимодействие с административными комиссиями, помогать работать этой структуре? Несомненно, будем. Почему? Потому что это один из рычагов, которые могут использовать председатели Совета домов, активные собственники. Более того, об этом говорил и губернатор Самарской области, когда ставил задачу на 23-й год по работе с Советами домов, да, более активно привлекать к этой работе административные комиссии, выстроить взаимоотношения между председателями Советов домов и административными комиссиями. Естественно, вот все эти предложения по итогам заседания комиссия, все предложения, которые дают нам административные комиссии, мы обобщим и выйдем в законодательную инициативу в нашу губернскую думу. Полина Сергеевна, еще один вопрос, который хочу я сегодня вам задать на нашей программе, это работа с общественной палатой, и я знаю, что вы направляли законопроекты, расскажите, пожалуйста, о них. Да, мы в начале 2023 года в комиссию по местному самоуправлению ЖКХ общественной палаты Самарской области направили для анализа и внесения изменений в закон Самарской области об административных правонарушениях несколько законопроектов, один из них, это хотим предложить установить ответственность за неустранение подтопления территорий, возникших в результате утечек воды из-за неисправности коммуникации. Очень актуальны не только для нашего района как бы проблемы. Вот хотели бы, чтобы нас общественная палата услышала, вышла из законодательной инициативы уже в Самарскую губернскую думу с предложением. Также периодически жителями поднимается вопрос по выголу домашних животных без поводков и намордника. Это также остро стоит у нас. И в связи с этим было предложено дополнить закон 115 ГД статьями, запрещающими выгул собак без поводка и намордника, а также выгуливать домашних животных на территории парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадках и иных рекреационных территориях. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч.